Физкульт привет друзья и ученики просто случайный зритель сегодня хочу поговорить с вами коротко пока еду тренировок тем более давно не общались прямом эфире о двух моментах о которых я раньше уже неоднократно с вами обсуждал рассказывал объяснял почему что и как но тем не менее очень часто я вижу мне пишут и что самое страшное наблюдаю это у многих тренеров о чем речь речь о двух моментах во первых о разминке и о растяжке во время тренировки то есть между упражнениями и между подходами ну что начнем коротко с разминки и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... На какие-то полградуса. Но, поверьте, для нас с вами это очень важно. Организм понимает, что предстоит какая-либо работа. И он будет настроен уже более положительно. И, в принципе, будет подготовлен для того, чтобы вы тренировались полноценно, без травм. Следующая специальная разминка. Специальная разминка это... Кто не понимает, к примеру, если вы хотите делать приседания, то нужна, естественно, специальная разминка для того, чтобы разогреть, подготовить коленные суставы, сами мышцы. То же самое касается бицепса и трицепса. Если у вас по программе несколько упражнений на одну мышечную группу, к примеру, ноги, мы все тренируем как минимум двумя-тремя упражнениями. И если вы делаете упражнения на одну и ту же мышечную группу, к примеру, на квадрицепс, то специальная разминка необходима только в первом упражнении. Почему? Потому что мышцы уже разогреты и подготовлены. Единственное, можно делать прикидочные подходы. Прикидочный подход нужен, в первую очередь, для того, чтобы понять, с каким весом сегодня вам предстоит поработать. Чаще всего это нужно ребятам на среднем уровне. Ну и профессионалу тоже это не помешает. У нас у всех различные циклы происходят в организме. Если кто не знает, то гормональные изменения, перепады существуют не только в женском организме. Это нужно все знать и понимать. Но что самое главное, разминка, она подготовит вас, специальная разминка. Чисто психически, ментально, если хотите. А мы знаем, что бодибилдинг, телостроительство, это работа головой. Если кто-то этого не знал или сомневался, то постоянный контроль только способен полноценно нагружать ваши мышцы и предохранять вас от травм. Что это значит? Самый простой пример. Когда мы с вами поднимаем штангу на бицепс. Что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Факт фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить тебе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенькой за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Для того, чтобы поднять штангу, нам приходится мысленно давать сигнал, который по нервным волокнам бежит к мышечным волокнам. Грубо говоря, передается от химического сигнала к механическому действию. И такой подход возможен, полноценный, только когда вы делаете разминочно-подводящие подходы. Для того, чтобы психически подготовить центральную нервную систему к работе на полную катушку. Но, когда вы делаете подъем штанги на бицепс, хотите вы того или нет, нам приходится давать нервный импульс. Но большинство людей, игнорируя негативную фазу движения, и выполняют ее исключительно за счет расслабления мышц. Слышите? Расслабление. А бодибилдинг это постоянное напряжение мышцы. Нам необходимо мышечную группу держать под нагрузкой постоянно в течение определенного времени. Для того, чтобы произошли биохимические процессы, которые потом будут выливаться в гипертрофию, неважно какого мышечного волокна. И если вы игнорируете негативную фазу движения, выполняете ее не за счет напряжения бицепса, точно так же, как для подъема, то вы теряете как минимум 50% возможного результата от любого упражнения. Это все очень и очень важно понимать. Ну и, естественно, разминочно-подводящие подходы служат физиологической разминкой, в данном случае механической. Поэтому это все, друзья, очень и очень важно. Конечно, можно подойти с дуру и сделать упражнение сразу без разминки. Но это, во-первых, не такая полноценная отдача будет, а во-вторых, очень велик риск получения травмы. Это коротко, что касается разминки, общей и специальной. Теперь давайте перейдем плавно к растяжке между подходами или упражнениями. Почему плавно? Потому что вы сейчас поймете, одно вытекает из другого. Когда вы делаете разминочно-подводящие подходы и тем более делаете уже рабочие подходы, вы тем самым подготавливаете не только психику, но и саму мышцу. Ведь происходят постоянные подключения миозинового волокна по актину. И благодаря этому вот эти самые мостики, которые называются, мы с вами выполняем механическую работу. Эти мостики образовываются, разрушаются. Мышца каждым новым подходом, особенно разминочным, когда вы повышаете вес, более готова к работе. И многие из вас замечали, когда, к примеру, в тех же приседаниях или в жимах лежа, вы, к примеру, приседаете 150 кг, поставили вы уже 150 кг, естественно, сделав до этого разминку, сделали первый подходик, как-то пошло так вроде бы не очень, второй вроде получше. А бывает иногда, что второй, наоборот, идет хуже. А третий, четвертый у вас, наоборот, выстреливают, и вы получаете и чувствуете, что вы более полноценно поработали и реально запампили, грубо говоря, вашу мышцу. Так вот, друзья, когда вы между подходами растягиваетесь, вы каждый раз возвращаете мышечную группу, которую тренируете, в до-тренировочное состояние. И опять-таки, все очень просто. Повышается риск травматизма и понижается эффективность самого упражнения. Так зачем, друзья, грузить себя опасными, ненужными вещами? В первую очередь, конечно же, опасными. Но и то, что непродуктивно, понижается продуктивность тренинга. Зачем? Задайте вопрос тренеру. Если он вас сможет грамотно объяснить, может быть, я не прав. Но поверьте, друзья, это высказывается не только мною. И проверено на практике. Риск повышения травмы, если вы растягиваетесь интенсивно вместо, не вместо, а между подходами, вместо отдыха, повышается. И понижается, как мы уже с вами выяснили, тренированность. Нафига? Особенно это любят давать девчонкам. Так что, друзья, все очень легко и просто. Изучайте. Изучайте доступные медицинские учебники, написанные для простых людей. Такие тоже встречаются. Изучайте анатомию, спортивную анатомию. Такие учебники тоже есть, я вам их показывал. Их настолько интересно читать, потому что думающий, адекватно, логично человек понимает, насколько смешны, глупы и опасны многие мифы, которые сейчас, к сожалению, доминируют в нашем фитнес-сообществе. И это все даже не по вине тренеров. Их многих так обучают. Обучают так, потому что все завязано на деньгах, на бизнесе. Я уже не раз вам говорил, что бизнес-индустрия – это, вернее, фитнес-индустрия – это бизнес-индустрия. И то, насколько вы приближаетесь к своим целям, задачам, результатам, никого не волнует. Основная задача – это посадить вас на иглу постоянной оплаты. В первую очередь, конечно, чтобы вы ходили в тренажерный зал, в фитнес-клуб. А самое главное – это, чтобы вы платили персональному тренеру. Персональный тренер как можно чаще, суперпрофессионал, будет менять вам программы тренинга, упражнения на каждой тренировке. Но это, друзья, на самом деле профессионал с точки зрения бизнеса. И полный ноль с точки зрения подхода, который необходим человеку, приходящему в тренажерный зал. За здоровьем, за результатом. Цели и задачи наши не совпадают с целями и задачами владельцев фитнес-клубов. Это нужно четко понимать. Не забывайте, друзья, что, особенно если вы являетесь фитнес-тренером, инструктором, вышло уже три мои книги из серии «Фак фитнес», где вы обязаны изучить хотя бы мою точку зрения, для того, чтобы либо согласиться с ней и тренировать людей грамотно и безопасно, либо опровергнуть ее, что тоже будет вам полезно, если вы сможете до чего-нибудь докопаться. Первые две книжки – это книги для тех, кто только начинает свой тренинг и примерно на два года расписаны тренировки, питание, все, что с этим связано по технике, по психологии, по мотивации. Это очень и очень важно. По безопасности. Отдельно книга для женщин, отдельно для мужчин. Если вы персональный тренер, хотите им быть, начните изучение с этих книг. И даже если вы не персональный тренер, эти книги будут вам как минимум интересны, потому что это совершенно иной взгляд на подход к тому, что сейчас творится в фитнес-индустрии. А третья книга, она необходима абсолютно всем, потому что эта книга о том, как избежать боли в позвоночнике, о том, как излечиться, если они у вас уже появились. Очень простые, легкие, доступные упражнения. Уже больше двух тысяч человек, и вы это могли видеть в комментариях, в видео на YouTube, на моем сайте hmgym.ru, в моих постах, в Instagram. Люди пишут, пишут, но еще больше, естественно, пишут мне в личку благодарности. Я прошу, конечно, людей, чтобы они оставляли комментарии, но вы знаете, не каждый считает, что это нужно. Многие стесняются, не знаю причину, почему не все пишут. Но и того количества комментариев, которые есть, достаточно, чтобы понять, насколько эффективно работает данная методика. Повторяю, она не моя персональная. Я единственное просто скомпоновал. Изучив материал, создал такую квинтэнсенцию знаний об этом. И люди очень быстро, многие уже даже после первого занятия испытывают облегчение. Естественно, все зависит от степени ваших проблем. Самое главное, что нужно понимать в современном мире, что вы можете иметь и грыжи, и протрузии, но никогда не знать об этом. Другими словами, грыжа и протрузия не гарантия того, не обязательно, что из-за этого у вас болит поясница. Если у вас болит поясница, то это в первую очередь проблемы с подвздошной поясничной мышцей. Я об этом рассказывал, объяснял. Если у вас серьезные прострелы через ягодицу, под коленку, а у многих идет, опускается до пятки, то чаще всего, друзья, это проблемы с грушевидной мышцей. Все это давит на нерв, и, естественно, происходят боли. Но, естественно, и грыжа, и протрузия тоже могут вызывать боли, но в гораздо меньшей степени. Поэтому, друзья, настоятельно рекомендую, если вы хотите иметь хорошие и грамотные знания, проверенные практикой, что самое главное. Что мне очень нравится, что все, что описано в моих книгах, это не теория, это практика. То, что работает. Удивительно, что многие люди, которые оттренировались уже не один год, и приедя в плата, к застою, возвращаясь к моим ступеням, начиная с самой первой для новичка, они все равно прогрессируют, и пишут мне благодарности. Что может быть лучше и доказательнее, чем вот такая практика. Как, в принципе, и в медицине. Партнер сегодняшнего выпуска Animal Northrop. Лучшая гармошка, друзья, которую вы можете себе позволить. По промокоду, который вы видите сейчас на экране, вы получите скидку на сайте Animal Northrop. Друзья, спасибо, что смотрите меня. Ставьте лайки, пишите комментарии, и самое главное, чтобы я понимал, что вам интересно, потому что за пять лет уже оговорено очень много различных тем, затронуто различных проблем. Что вам интересно, и о чем снимать следующие ролики, написать статьи. И мне это интересно будет. Но самое главное, канал будет полезен именно для вас. А я только для этого его, в принципе, и создавал. Ну что, всем всего хорошего. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. А, девчонок, с наступающим праздником! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Все очень просто. Сейчас вынесу железо, надо будет вас есть. Я шучу, ребята тебе все подскажут. Окей? Поехали? Отдай микрофон. Аплодируем Егорову! Самое главное в господи, это взаимопонимание. Сейчас мы его проверим. Один, два, три, пять. Я говорю, не тупость, а взаимопонимание. Давай закрепим. Четыре, три, два, пять. Ну ладно, такое тоже нормально. Еще раз, давай сбавляем. Ясна! Зима! Лето! Пять! Нормально. И так, наше ссолье поиск-бенд, которое называется... Пять месяцев. Пять месяцев. Пять месяцев. Пойду. Пять месяцев. 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 Которая называется... Ветер Достучит в окно В окно За окном темно Темно Ветер льнется сном Ветер По теме сна, все вместе В ручках и жиря Ветер 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 Паргин в любой А как я рассказал? Спасибо, Никита! Расчет! Расчет! Ура! Ура! Спасибо, уважаемые регистенты Ивану! Пожалуйста, подойдем в зал, и привет! Я не знаю, какие были Свои числые регистенты, но ты победил Это нескольких регистентов Давайте вместе, вместе Все, ивану! Конче, конче! Ну что, перейдем к номерам На сцене Андрей Староход под ваши бурные аплодисменты!